Здарова народ! Новье подъехало! Рад вас видеть! Вот вам еще одна идейка для инстаграмчика. Интересно что-то как? Тогда ставь лайк и смотри видео до конца. Совсем скоро расскажу как снимать и фотошопить. Итак, тут на самом деле все достаточно просто. Камера стоит на штативе, но не так, как обычно. Тут фишечка в том, что камера немного наклонена вбок, для того, чтобы создалось впечатление, что как будто бы я падаю на стену. И прежде чем я расскажу вам подробнее про процесс создания, хочу напомнить, что в прошлый раз я выложил прикольный видос по Last of Us 2. Там я рассказываю про свои впечатления от игры, так как я ее уже прошел, и сейчас прохожу по второму разу в режиме новая игра плюс, и также показываю, как создавал вот этот арт. Там 100% интересно, поэтому обязательно гляньте после просмотра этого видео. Смотрите, на самом деле это снимается достаточно просто. Если у вас есть тот, кто может вам помочь, то вообще супер. Я поставил камеру на удаленное управление через приложение, и могу теперь дистанционно себя записывать, фоткать. И тут важный момент, нужно выставить задержку на 2-5 секунд. Все зависит от того, насколько быстро вы будете группироваться под фотографию. Вот я кладу смартфон на табуретку, нажимаю спуск, становлюсь в позу, щелк, фотка есть. Супер! Сделали сколько нужно фотографий, не сдвигая камеру. Опять нажимаю на спуск, через 5 секунд срабатывает затвор. За это время я должен наклонить куртки, типа того. Фотка есть. У нас все-таки эффект того, что комната наклонилась. Логично, что на меня должно все лететь. И тут с полки, например, коробка. Бац! Опять нажимаю на спуск, выставляю коробку. Фотка делается. Есть. Также можно с кепкой, с обувью, с чем угодно, блин. Можно не упираться в прихожую. Идея очень универсальная. Мне кажется, подойдет под любую локацию. Просто у меня тут как бы, ну, легендарная прихожая. Почему бы и не задействовать? Практически съемочная площадка Голливуда. О, автомат. Надо поиграть что ли? Е-мое, блин. А давно этот автомат тут стоит вообще? Вот. То же самое я сделал с лампой. Да? Прикольно. А всего-то нужно сделать вот так. Опа! Щелк. И совсем скоро в фотошопе вы видите, что будет происходить дальше. В общей сложности у меня получилось чуть больше 30 кадров. Некоторые я поудалял. И из этих 30 я отобрал 8 для работы. И как вы можете заметить, в новом фотошопе новые камеры RAW. И первое, что я делаю, собственно, как и всегда, это вытягиваю сами RAW. Теперь зажимаю shift и кликаю на остальные фотки. Вот так. Просто навожу курсор на фотографию, кликаю на вот эту иконку. И это у нас менюшка синхронизации. Нажимаю ОК. И все фотки преобразуются. Настройки с этой фотографией, которую я только что подредактировал, копируются на все остальные кадры. И вот здесь нажимаю Open. Все 8 фотографий подгрузились. Теперь нужно все эти фотографии собрать в один файл. Иду в файл, скрипт, loud files into stack. Нажимаю Add Open Files. Это значит, что все файлы добавятся в один документ. И не нужно будет это делать вручную. ОК. Теперь дайте время фотошопу все это организовать. Остальные файлы можно закрывать. Сейчас я временно отключу слои. Вот основной слой получается, где нахожусь я. Допустим, я включаю верхний слой. Назову его лампа. Чтобы не запутаться. Беру любой инструмент, которым будет удобно выделять. Можно использовать LASA Tool для быстрого выделения. Чтобы просто накинуть композицию. Нажимаю на значок создания маски. Теперь этот объект вырезан. Сзади есть старая лампа, которая мешает. Создаю новый слой. Переношу его в самый низ, над основную фотографию. В моем случае хорошо подойдет штамп. Затираю. Вот таким вот образом. Также, я думаю, будет логично убрать вот эту вот тень. Немного ее затереть. Потому что, в целом, если ее не будет, то это не значит, что здесь что-то нарушено. Композиция и все такое. Просто я для подсветки себя использовал очень широкий источник света. И поэтому, соответственно, свет, попадая на лампу, дает вот такую тень. Но, если я его уберу, в принципе, ничего криминального не будет. И заодно не будет палиться, что там висела лампа. Включаю следующий слой. Здесь у меня куртки. Соответственно, здесь беру также ласса тул. Раз, раз, раз. Вот прям вот таким вот образом этот угол выделяю. Нажимаю на маску. Было, стало, было, стало, было, стало, было, стало. Вот, кстати, и мы добрались до того момента, когда перекрывается нога. Соответственно, как-то это не очень. Нужно сделать, чтобы визуально казалось, что моя нога спереди этих курток, а куртки сзади. Отключаю слой. Возвращаюсь на самый первый нижний слой, где нахожусь я. Опять же, можно выделить. Можно ласса тул, можно перо. Я вот возьму фотошоповский новый инструмент. Он круто работает, прикольно. Бум. Зажимаю shift. Еще раз выделяю ногу. И он добавляет мне выделение с джинсами. Включаю слой. Кликаю на него. Там, где у нас куртки. Выбираю вот здесь черный цвет. Вот таким образом. Нажимаю alt, backspace. И при этом нужно кликнуть на маску. То есть не на саму фотку, а на маску. Нажимаю alt, backspace. И бам. Нога сразу же виднеется. Есть, конечно, вот тут артефакты всякие. Но это все вручную можно потом подправить. Теперь включаю следующий слой. Тут у меня коробка. Соответственно, коробку я перекидываю наверх, потому что она у меня должна быть где-то здесь. Да, она перекрывает лампу. Коробка у нас прямоугольная, поэтому можно взять, например, инструмент полигонал LASA Tool. И вот таким образом выделить коробку. Делается буквально вот в несколько кликов. Супер замечательно, быстро. Бам. Нажимаю на маску. Е. И тут какая фишка? Я могу это сдвинуть. Раз. Опа. Коробка полетела дальше. Кстати, такая же история с лампой и рукой, как была вот здесь с ногой. Также отключаю слой с лампой. Кликаю на файл, где нахожусь я. Беру инструмент выделения. Также перехожу на слой с лампой. Alt Backspace. Бум. Рука как и была. Следующий слой включаю. Там следующая коробка. Тоже вверх и передвигаю для удобства. Выбираю полигонал LASA Tool. Также выделяю. Прям вот, ну, идеально. Нажимаю на значок маски. Выделяю. Вот, блин, палец торчит нафиг. Создаю новый слой. Нажимаю правой кнопкой мыши сразу Create Clipping Mask. Это нужно для того, чтобы вот когда я выберу кисточку, вот здесь, да, выбираю черный цвет. И начинаю мазюкать, чтобы в районе пальца вот это все, оно добро не выходило за пределы коробки. То есть оно будет применяться только на слой с коробкой. Если я, допустим, этот Create Clipping Mask уберу, то вы увидите, что вот накалякана, блин, вообще. Ни туда, ни сюда. И теперь выделяю верхний слой, нажимаю Shift. Слой с коробкой основной, да. Можно объединить их в группу. New Group From Layers. То есть новая группа из слоев. Это у нас Black Box. Окей. Красная коробка летит вниз. Включаю новый слой. О, здесь у меня кроссовок. Вообще супер. Тоже можно его перетянуть на самый верх. Взять выделение. Я, да, все по кайфу. Нажимаю на маску. Еее. Кроссовок идет вниз. Включаю новый слой. Также передвигаю наверх. Беру выделение быстро. Не сработал. О, со второго раза получилось почти. И еще слой. А, вот тут кепка. Тоже наверх. Выделяем, выделяем снова. Ну вот. Супер. Маска. Передвинуть пока вот сюда. Нужно это адаптировать под инстаграм. Взять crop tool. Выставляю вот здесь 4 на 5. Потому что это у нас пропорции современного инстаграма. Кликаю. И выбираю, как же лучше, чтобы это смотрелось. Вот так. То, что там стоит коробка аванс. И здесь коробка аванс. Как бы вообще не обращайте на это внимание. Потому что у меня их штук 5 одинаковых коробок. Поэтому не надо мне писать, что и там, и там одинаковая коробка. У ванс все одинаковые коробки. И как бы у меня они стоят друг на друге. Я буду сейчас возвращаться на каждый слой. Вот у меня здесь есть лампа. По маске я буду аккуратно, уже вручную убирать ненужные вот эти вот вещи. Ну и в финале это уже, конечно, цвет. Ну вот, собственно, можно сказать, что фотография готова. За исключением одного момента. Это цвет. Выделяю все слои. Кликаю на нижний слой. Зажимаю shift. Кликаю на верхний. Правой кнопкой мыши. Group from layers. Это значит группа из слоев. Теперь нажимаю ctrl плюс j клавишу ctrl и. Таким образом я дублирую папку и потом все это сливаю в один файл. Нажимаю правой кнопкой мыши и конвертирую это в смарт-объект. Это нужно для того, чтобы если я сейчас применю какой-то фильтр и потом захочу что-либо изменить, я мог сделать это без проблем. Вот, например, камера RAW фильтр. Здесь можно подкрутить цвет. Новый дизайн кайфовый. Сейчас вот температурку подкручу. Немного, наверное, зеленцы. Ужму highlight. Но сделаю посветлее exposure. Чуть-чуть добавлю clarity. Теперь я сразу перехожу в color mixer. Вот здесь. Где hue situation luminous. Это оттенок, насыщенность и яркость. И вот я смотрю на картинку и хотел бы сделать что-нибудь немного по-другому. Сейчас я могу просто кликнуть камеру RAW фильтр вот этот и я попадаю обратно в редактор. Насыщенность синего поменьше. Вот так. Я уверен, что если вы себе запостите что-то подобное в инстаграм, то это обязательно соберет лайки. Повторяйте, отмечайте меня. Мне уже интересно посмотреть, что у вас получится. Я, кстати, свои уже выложил. Помимо этого, я там выкладываю свои другие работы, которые не свечены на ютюбе. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех движух. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, подписка, комментарий. Жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok